Олег Алексеевич, на прошедшем на этой неделе заседании Кабинета Министров правительством были приняты ряд важных решений в части социальной поддержки. Это индексация социальных выплат и дополнительные меры поддержки детям войны и решение о прожиточном минимуме. Какое направление вы бы выделили, может быть, как более существенное или более важное? На самом деле все решения очень важны, потому что каждый решает определенный сегмент или направление задач. Но в целом, конечно же, более фундаментальное решение – это прожиточный минимум. Здесь надо отметить то, что такое решение мы принимаем впервые в таком формате, потому что федеральный закон об установлении прожиточного минимума поменялся. И установлен с этого года новый порядок. И в связи с этим порядком теперь прожиточный минимум устанавливается на весь год. Раньше это мы делали ежеквартально. Ну и отрадно то, что у нас в Чувашской республике за последний квартал существенно повысился прожиточный минимум для пенсионеров. Поэтому дальше будем работать над тем, чтобы это решение повлияло положительно в целом на благосостояние различных категорий населения. Ну и напомню, на мой взгляд, было очень правильным и полезным для тех уровней прожиточного минимума, которые мы установили на этой неделе, решение прошлого года, когда мы приняли решение о неснижении прожиточного минимума относительно прошлого периода. На этой неделе начали подводить итоги социально-экономического развития муниципальных образований республики. Вы лично посетили три района. Уже, может быть, заметили что-то общее, какую-то общую цель, задачу на 2021 год, которую всем муниципальным образованиям необходимо решить? Ну, общая цель или общее, на что нужно обратить внимание всем муниципалитетам, это, конечно же, нахождение в постоянном анализе тех дел, которые мы делаем. Очевидно, что даже те тщательно проработанные, утвержденные программы, они меняют или требуют актуализации в связи с изменением времени. То есть каждый день ситуация меняется. Меняются как внешние обстоятельства, так и внутренние возможности. Появляются новые подходы в реализации тех или иных задач, и поэтому надо их пересматривать. Ну и, конечно же, исходя из этого, корректировать цели. Вот это самое главное. Ну и еще, мне кажется, очень важно постоянно двигаться в направлении более тесного взаимодействия, как внутри муниципалитетов, это, прежде всего, представители, органы власти и исполнительная власть, ну и, конечно же, межуровневые, это республика и муниципалитеты. Здесь у нас еще очень большой потенциал для того, чтобы повысить эффективность и итогов нашего взаимодействия, ну и повышение эффективности использования бюджетных средств. В пятницу прошла большая встреча с руководителями федеральных торговых сетей. Причем на таком уровне, наверное, в Чувашии взаимоотношения торговых сетей и республики, производителей и продуктов питания в республике обсуждалось, наверное, впервые. Каким вы видите развитие этих отношений? На самом деле, подобные встречи были и раньше. Аналогичная встреча, очень большая, с участием примерно этих же сетей, может даже чуть шире, большого количества производителей Чувашии. Прошла в 2015 году, и тогда тоже обсуждались много вопросов. Но, к сожалению, многие вопросы, которые были поставлены тогда, они остались вопросами. Сейчас, самая главная наша задача, после вот такой очень содержательной встречи, важно проработать каждый вопрос и придать им четкое движение. Вот главная цель в этом заключается. И ровно об этом мы договорились с руководством федеральных сетей, что мы далее с каждым из сетей, то есть либо это X5 Retail Group, либо это Magnet, проработаем стратегию нашего взаимодействия. Возможности углубления взаимной выгоды, ну и, конечно же, реализации различных проектов. Ну и практически нашли полное понимание того, что надо двигаться по пути максимального продвижения местных производителей, в том числе используя, или прежде всего даже используя современные подходы. Это так называемый прилавок чувашской продукции, который мог бы быть реализован по принципу магазин-магазине. То есть продукцию чувашской продукции в одном месте, за одним прилавком, в каждом торговом центре. И все знают, что вот именно здесь, в одном месте, будет сконцентрирована продукция, которая знакома, понятна, ну и, конечно же, по более приемлемым ценам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова